Мы находимся в галерее Академии в Венеции. Перед нами масштабное полотно кисти Веронезе, одного из величайших венецианских художников XVI века. Это пир в доме Левия. Но так было не всегда. Изначально предполагалось, что это будет «Тайная вечеря». По-моему, так и есть, но название пришлось изменить. Трудно догадаться, что это была «Тайная вечеря», потому что её участников здесь нелегко найти. Да, верно. Здесь огромное количество фигур. Архитектура очень величественна и грандиозна, так что главное событие здесь почти теряется. Кажется, что Веронезе так увлёкся изображением всех этих фигур вокруг Христа и апостолов, что почти забыл о духовном значении «Тайной вечери». Здесь множество фигур, которые пьют, смеются, общаются, прислуживают другим, развлекают их. Когда Веронезе спросили однажды о его работе, он сказал, «Я рисую и размещаю фигуры». Заметно, что он с большим удовольствием помещал на полотно разные фигуры, занятые совершенно разными делами. Даже самые значительные, самые высокодуховные фигуры здесь вовлечены в действие. Взгляните на Христа. Он повернулся к фигуре слева, а справа от него Пётр отделяет кусок баранины, чтобы передать его кому-то. Они ведут себя как обычные люди. «Тайная вечеря» здесь — просто ужин в этой лоджии. Перед нами трёхчастное полотно. Оно напоминает триптих, разделённый арками. В промежутке между первым и вторым рядом арок мы видим «Тайную вечерю». Но на первом плане изображены венецианцы XVI века. Они одеты как венецианцы той эпохи. Здесь проявился многонациональный характер Венецианской республики. Венеция торговала со всем Средиземноморьем, с востоком, с западом, с севером. Поэтому в правой части картины мы видим немцев, австрийцев, а в левой — людей в тюрбанах. Венеция — это перекрёсток, точка схода всего мира. Здесь также чувствуется роскошь и богатство. Во многом это и правда пир, а не «Тайная вечеря». Этим и озаботилась Святая Инквизиция. Веронезе создал эту картину в период, известный нам как Реформация и Контрреформация. Некоторые люди, особенно в Северной Европе, начали предъявлять претензии к Церкви. Например, вопросы вызывали картины в храмах. Картины должны были быть сдержанными, пристойными и не отвлекать зрителя. И поэтому картины играли важную роль в контрреформации, движении за обновление католической Церкви, очищении её от коррупции и продвижении, укреплении позиции католицизма. И ключом к этому было искусство. Но если на картине много интересных деталей, это отвлекает зрителя, не даёт ему сосредоточиться на духовной составляющей сюжета. Такое искусство было не в интересах Церкви. Поэтому Инквизиция вызвала художника в трибунал и стала задавать вопросы о его необдуманном поступке. Интересно, что храм, заказавший Веронезе эту картину, остался доволен его работой, а вот Инквизиция — нет. Они вызвали художника, стали допрашивать его о том, что делают апостолы, а потом спросили, кто велел вам изобразить на картине немцев, шутов и прочее в таком же роде? На ком лежит ответственность? Кто решил, что картина будет такой возмутительно несдержанной? Веронезе ответил интересно. Мы, живописцы, пользуемся теми же вольностями, какими пользуются поэты. Ему заказали большое полотно, и он украсил его вымышленными фигурами. Верно. Он сказал, мне позволили украсить картину по моему усмотрению, и я решил, что там поместится много фигур. Поначалу Инквизиция потребовала изменить несколько фигур, например, эту собаку, но Веронезе отказался. Вместо этого он просто изменил название картины. Так тайное вечере превратилось в пир в доме Левия. Похоже, это удовлетворило и трибунал, и церковь, и в какой-то мере даже самого художника. Он таким образом сохранил репутацию. Мне думается, что Леонардо да Винчи стремился убрать всё лишнее из своей тайной вечери и максимально сосредоточиться на высокодуховном эмоциональном моменте, когда Христос произносит «Один из вас предаст меня», а также «Возьмите этот хлеб, это тело моё, возьмите это вино, это кровь моя». Это важнейший момент в христианстве — возникновение таинства Евхаристии. И Леонардо выделяет его. А Веронеза обыгрывает, переносит эту сцену в наш мир из пространства безвременья, куда её поместил Леонардо да Винчи. Верно. Здесь царит какой-то хаос. Люди заняты разными делами, словом, это настоящий званый ужин. Такая правда отличается от правды Леонардо, верно? Верно. Вы заметили кота под столом? Да. Это чудесно. Наверное, хочет перехватить кусочек мяса. А собака смотрит на кота. Эти детали очень жизненны, и они действительно отвлекают от сюжета. С другой стороны, вы правы, возможно, библейский сюжет стал более ощутимым, когда его перенесли в Венецию 16 века.